По поводу названия картины было много дискуссий. Во-первых, я получил сценарий под таким названием. Дело в том, что этот сценарий претерпел довольно много, выражаясь металлургическим языком, довольно много переделов. Первой была Энгебург Крэчмар, которая является, собственно, прообразом Тесса Тенцер. Поскольку я никогда не видел ни до, ни после этого картины, снятой советским человеком, российским, теперь же непонятно, какой я человек, но чтобы боль сердечная в фильме о войне была обращена в сторону немецких детей, я таких случаев не видел. Поэтому мне стало интересно этим заниматься. И поэтому я так радикально переписал сценарий, радикально просто, и сделал ту картину, которую я считал нужным. Александром Маленьким называется эта картина, потому что этот проходной персонаж, маленький грудной ребенок, подкидыш, которого, значит, подбирает один из ребят, вот, значит, находящийся под патронатом наших солдат. Этот вот самый проходной персонаж, это единственный человек, не имеющий личного опыта войны. И это человек надежды. Это что-то новое. Человек, с которым связано будущее и Германии, и Европы, и Советского Союза. Совсем крох. Будущее которого, как выяснилось, оказалось довольно печальным. Вот, но это в известном смысле главный герой этой моей картины. Поэтому он так называется. Может быть, повторяю, не очень коммерчески, но смыслом для меня это наполнено очень большим. И те из зрителей, кто об этом догадываются, молодцы. А? Как зовут-то? Вот что. Как тебя зовут, мальчик? Александр. Ну и прекрасно. Такое имя есть и у нас здесь тоже. Назовем его Александром. Со стороны наших немецких коллег это была первоклассная группа. Замечательная. В высшей степени профессиональная. И мы работали просто душа в душу. А вообще все, что касается этого процесса, я должен сказать, изначально всю режиссерскую группу, я их сразу нацелил на то, чтобы они искали детей в детских домах. Чтобы как бы не эксплуатировать их опыт, но каким-то образом все-таки, чтобы мне легче было им объяснить какие-то вещи, которые им априори близки и понятны. С детьми сложились вообще, это целая жизнь вообще, вот то, что произошло с этими ребятами, которые приезжали к нам. Там было очень много действительно детей из, были так называемые домашние дети, особенно на главной роли. Вернее, вот Олаф Шнайдер, который играет Пинзеля, замечательный парень, главный герой. Он как раз был детдомовский. Его родители были, считалось, что это асоциальная семья. У них очень жестко с этим в ГДР было. Это там просто кошмар. Мальчик, он, его не привезли наши немецкие коллеги. Я ему обещал, что я ему обязательно покажу Москву. И он был просто счастлив. И на премьеру в Дом кино, они вдруг приехали без него. Я говорю, как? Как это так? Он провинился, его в детдоме не отпустили. Я говорю, как провинился? Он сбежал домой, к матери. Я говорю, ну и что? Это запрещено. Я говорю, ну он же сбежал к матери, а не к какой-то там... Но она асоциальный элемент. Она выпивает, и ей запрещено общаться с ее. Я говорю, ребята, вы что, с ума зашли, что ли? И вы поэтому его не привезли в Москву? Да, нам не позволили. Вот так вот там это принято. И в результате я узнал, что он сбежал на запад, потом, когда подрос. И я потерял его следы. Он чудный парень, замечательный. И он просто ходил за мной хвостиком, просто как сын. Это были ребята, особенно вот, ну, так сказать, у меня не повернется язык сказать массовка. Но вот как бы там есть актеры окружения, скажем так, и есть главные герои. Из главных в основном это были как бы дети домашние, так сказать. Вот Пинзель был детдомовский. Да, и мальчик исполнитель. Нет, нет, все остальные дети были как бы вот первые там. Феликс, который играет, был тоже, по-моему, детдомовский. Крупный такой, грузный мальчик. Вот. А остальные были детдомовские. Вот их привозят, а у них воспитание строго. Эр Фолкин, не надо, не надо детям так вот много внимания уделять. Не надо. Ну, как не надо, их же видеть невозможно спокойно. И наши все эти, все эти детвору, значит. Они вот так высыпают из автобусов, их привозят. И просто как стая каких-то воробьев, попала умерзу, перед которым клетку открыли, несутся, значит, на площадку. И вот так вот, как залезают, вот так вот, сядет и сидит. Вот так, кто первый влез, к тому и валенки, значит, на перегонки. У них было несколько. Значит, я хожу как вот с большей обезьяной, значит, маленькой. У меня есть даже фотография такая. Значит, что-то такое, даю распоряжение, он сидит тут вот так руками-ногами обхватит. И так далее. И поскольку мы с ними вот так вот как-то по-нашему общались, они жутко привязались к нам. А Юра Назаров, например, я вижу что-то все, ну, пауза там, я ставлю кадр, там ставится свет, ну, кино. В общем, дети безропотно работают, это же не шутки. Для детей это уже на второй день перестает быть забавой. Это тяжелая взрослая работа. Камера идет, там, если выработка, там, условно говоря, там, 60 метров в смену, то эта камера идет две минуты. Ну, там, по количеству дублей вот столько, что... Все остальное это подготовка, репетиции, многократные, многодесятикратные повторения, увязывание с камерой, причем я не делал никаких скидок на то, что в кадре дети снимал в своей, так сказать, стилистике, длинными периодами со сложным движением камеры. Все построено на внутрикадровом монтаже. И каждый персонаж должен в нужное время оказаться на той точке, быть в фокусе, точно освещенным, сыграть то, что нужно. И так далее. Значит, задача сложная. Поэтому много каких-то... Смотрю, Юра сидит, какая-то рыженькая такая девчушка, и что-то они сидят там, и что-то беседуют все время. Маленькая такая, смешная, рыжая такая. Вот, и они, значит, все время что-то... А Юра так немножко бельмекал что-то по-немецки. Ну, ему хватало этого языка вполне. Сидят и беседуют, разговаривают. Вдруг одна... Ну, я там как-то... Однажды подходят, слышь, Петрович, ты можешь поговорить с Медом? Меда – это директор киностудии Дефа. Очень был почтенный человек, член ЦК Компартии Германии. Вообще, замечательный дядька, прекрасный руководитель. Студия работала как часы. Поговори с ним. Я говорю, а что такое? Да хочу тут... Вот дочереть одну. Я говорю, Юр, ты чего, кого? Да вот это он, рыжий, зараза. Я говорю, Юр, у тебя же дома там, семеро по лавкам. У него четверо было детей. А там уже знают, уже ждут. Ну, я, значит, это самое как-то... Я говорю, ну, хорошо, я поговорю. А они не расстаются. И я пошел, поговорил с директором студии. Большой у меня был серьезный разговор. И я не знаю, честно говоря, до сих пор. Юра убежден, что просто ему не дали ее, чтобы он ее увез в Россию. Мне Меда сказал, я разберусь с этим делом. И я, честно говоря, склонен ему верить. Он сказал, что эту девочку опекает какая-то семья там в детдоме. И ее, значит, как бы они готовят ее к удочерению. Но поскольку ее перестали привозить, Юра считает, что ее как бы у него забрали. И он очень переживал. У нас сегодня много срывает. Но вообще наши немецкие коллеги разобрали нескольких детей из тех, что у нас снимались. А все, что касается этих детей, вот хотите верьте, хотите нет. Каждый день заканчивается съемочная смена. Естественно, я благодарю всю группу, объявляю, что съемка окончена. А когда мы снимали последний эпизод, и они знали, что это последний съемочный день, их предупреждали об этом. Но все равно как-то... Это был напряженный день, еще было много, и они все были в кадре. Как раз общие планы на улицах этого городка снимались. И когда я объявил, что съемки окончены, съемки, всем спасибо, всем нам сказал какие-то слова с комом в горле, поднялся такой плач. Вот вся эта съемочная площадка. А никогда я сказал, что съемки закончены, просто вот такой крик. И все они прибежали, повисли на мне. Сережа Филиппов, замечательный мой оператор, он просто отвернулся, он весь в слезах говорит, вот что надо было снимать. И у меня... Я добил кассету, говорит, до нуля, вот на Сайнаксе. Как же мы это не сняли? Говорит, кто мог предвидеть, что такое было? И взрослые, и дети. Это был просто вселенский, мы все в слезах. И когда это... Я просто... И они все висят гроздьями. Это был кошмар какой-то. Но, честно говоря, я, значит, я опасался. Черт его знает. Но я с таким чистым сердцем, с такими чистыми руками и светлыми помыслами делал эту картину. Но люди не очень чистоплотные бывают и душевно не очень чистоплотные. И поэтому могут начать тебе приписывать какой-то умысел, там, еще что-то. И с этой картиной получилось странно. Она прошла просто триумфально. Была принята на студии. И в Госкино я ее сдавал. И там был просто потрясающий этот самый. И на следующий день, после того, как я просто без преувеличения под овацию в Госкино сдал картину, на следующий день мне выкатили заключение с 42 поправками, где абсолютно безошибочно было все лучшее, что я придумал, выбрано. И было велено это все выбросить. Включая там выстрел пинзеля в конце. Не надо, чтобы немец убивал немца. Это такой Богомолов был такой, главный редактор такой. Владимир Богомолов. Сидел так, я помню, я с ним разговариваю. Мы только что за кулаки не хватали. Я говорю, вы что вообще? Вот что вы делаете? А так у меня такая была эта волосина на лбу. Он никак не мог ее так зацепить. Ну что вы, ну вам же сказать, хорошая картина. Уберите лишнее. Ну что вы, как этот... Мальчик как. Я в счастливую минуту придумал ребенка, который не делает разницы между воюющими. Он видит человека в военной форме? Он не понимает, подходит. Дядя, вы на войне были, как наши пацаны. Да? Вы на войне, а вы папу там, мы его не видели. Вот этот вот ребенок, рефреном идет через всю картину. Ну такой инфарктный персонаж, да? Выбросьте его. Я говорю, да вы что, с ума сошли? Почему? Потому что на прошлой неделе, и вы должны это понимать, Владимир Петрович, журнал «Шпигель» опубликовал клеветническую информацию о том, что немецкие ученые, которые были захвачены советскими войсками, и которых заставили работать на нашу науку, до сих пор работают у нас. И случайно просачивается об этом информация. И вопрос этого мальчика, вы папу моего не видели, он может лить воду на мельницу наших идеологических врагов. Я говорю, вы можете себе представить идиота, еще одного, которому придет в голову подобная мысль? Он говорит, вы все-таки выбирайте выражение и думайте, где вы находитесь. Я говорю, ну вы понимаете, что это? В общем, короче, потом павленок мне, значит, смешную. Я придумал линию Шнапса, сейчас, к сожалению, огрызок, но какие-то кости им приходилось с собаками бросать. Смешная история в экспозиции. Только они приехали, а там был очень смешной диалог вокруг Шнапса, который, значит, они пьют. Что, как русские, так сразу, это самое. Выбросить к чертову матери историю с шампанским. Я говорю, да вы чего, совсем с ума сошли. Но его же сейчас убьют через кадр, вот через склейку его убьют. Его же надо полюбить максимально. Посмотрите, какой он очаровательный персонаж. Как русский, так сразу опять пьяница и его роды. Так пришлось ему бросить скоту этот, значит, очень хороший, смешной эпизод, который, собственно, он как бы и развивал эту линию Шнапса от начала. Там стоит просто огрызок механический, что-то выстрих еле-еле. Но, тем не менее, все-таки удалось основное спасти. И, конечно, у меня как бы нет таких проходных картин для меня. И нет ни любимых, ни самых желанных. Но это одна из тех моих картин, которым была отдана вся душа, из Мордована и так далее. Но, честно говоря, я боялся, потому что, когда мы поехали в Германию на премьеру, что-то у меня было неспокойно. Дело в том, что картину выдвинули на государственную премию. Была всесоюзная премьера. Она в Москве вышла сразу в 26 кинотеатрах. Была всесоюзная премьера, и картину как бы понесло так, как она, в общем-то, его заслуживала. А потом приехал один деятель, один негодяй из ГДР, такой критик. Он был секретарь Союза кинематографистов. И пошел в нашем секретариате Союза, устроил скандал, что Фокин снял, значит, фильм, где уже после окончания войны Вервольфы нападают на советских солдат. Этого не было никогда. Когда, значит, прогремело, когда была команда капитулировать, Кейтер подписал, ни один немец уже больше не выстрелил. Как не выстрелил? Пойди на любое кладбище военное, любое, там до 56-го года, могилы людей, которые были убиты. Кирпичом из-за угла, выстрел в спину ночью, нападение... Я же с ума сошел. Не было. Я говорю, как это так? Вервольфы были? Вервольфов не было. Я говорю, а слово откуда? Термин. Ну, это мифы. Я говорю, вы что, ребята? С ума сошелся? Но он устроил такую истерику, что тут, скажем, вы знаете, давайте тихо, тихо, тихо так. Мы когда приехали в Берлин, это была неделя советского кино, вот на фоне этих разговоров, совершенно неожиданных для меня, что, оказывается, это я и скажу, как это, как это, как это, вы видите, что вообще? Мы приехали туда, и у меня было какое-то внутреннее напряжение. Значит, было открытие этой недели и как бы премьера в Германии. Ну, я побаивался, но в душе, конечно, надеялся, что все пройдет хорошо как-то, ну, а честно, сделано абсолютно, не может быть. Смотрели наши члены съемочной группы, немцы, которые в восторге от картин, и так далее. Но такого, что было там, я, честно говоря, не ожидал. Это был просто триумф, понимаете? Значит, я поехал с Юрой Назаровым. Значит, а там хорошая традиция. Здесь мы в Доме кино выходим перед картиной, и нам аплодируют просто за то, что мы есть. Пришли, стоим артисты, вот режиссер стоит, разговаривает там, чего он имел в виду и прочее, да. Потом все уходят, и тапочки уже бросать не в кого, потому что когда на экране там идет такое, что, значит, святых выноси, а их уже нет никого. А там суровее это все. Там съемочная группа выходит после картины. И вот если картина стоит того, чтобы показать спину как минимум, значит, съемочной группе, то он это и видит. И слышит, значит, топот тысячной толпы, которая уходит под... и свист, и тот, чего заслужил. И вот нас, значит, представляют после картины, не умолкают овация, и выходит там ведущая, которая вывела меня там, я не знаю, мошел, просто обвал был. Но когда я объявил Юру Назарова, исполнителя роли, старшина Хрищиновича, и он вышел туда, весь этот зал встал вертикально, это огромный какой-то кинотеатр. Юра, он такой скромный, он же чудный, замечательный артист и потрясающий человек. И он просто не знал, куда ему девать. И они-то там просто, я не знаю, минут 15, наверное, просто вой стоял. И мы слушали радио Западного Берлина, оно же там все сообщается, и все, значит, радио, телевизионные, так сказать, информационные выпуски, что вчера в Берлине была премьера, потрясающая советская картина, и немедленно все езжайте в восточный сектор, смотрите, и так далее, пока они здесь. И потом картину мы показывали по всей Германии, где там встречи со зрителями, разными, где просто замечательно смотрели. Но пришел, потом приехал этот мерзавец, с очень правильных коммунистических позиций, он сказал, что это нехорошо, нехорошо говорить неправду. Наши эти тоже, такой Богомолов, простите, не к ночи будет помяну, этот самый Караганов, Александр Васильевич, отец вот Караганова, этого американиста, который часто выступает, он был секретарем союза по идеологии, ему очень, картина очень нравилась, и он такой, маленького роста был, такой человек, очень, позвольте, вот что. Но тот попер на него, тот тоже был идеолог, но с той стороны, и это как бы считалось у них левым, это у них считалось таким диссидентством своего рода, значит, вылить там кружечку помоев или там наперсток, но помоев, на голову, значит, этих взорвавшихся победителей. Ну и вот, значит, как-то картину чуть-чуть пригласили, ну и если на ней уже там поставили какой-то тавро, то, значит, ее уже не очень часто показывают. Я на самом деле просто горжусь тем, что сделал, и счастлив, что эта картина у меня есть, потому что эти люди, которые от имени народа решают, что народу смотреть по телевидению, а что нет, они ведь все равно уйдут, а кино останется.